Всем привет, с вами Андрей Чент, и да, это Любовь на Выживание, второй сезон. Мы с вами закончили смотреть первый сезон, я надеюсь, что вы посмотрели эти выпуски, если что, то есть отдельный плейлист, проверьте, ничего не пропустили. А вот хотя, если вы уже смотрите спустя долгое время, возможно, мы вообще уже сняли все четыре сезона, на данный момент момент съемки есть сейчас четыре сезона, и мы идем постепенно. И у нас сейчас второй сезон. Буду благодарен за лайк, в благодарность для спонсоров. Выпуски выходят сразу же, как только я их снял. Если вы хотите не ждать, а смотреть сразу все с Чентом, то ссылочка в описании. Ну что, вы готовы? Тогда мы начинаем. Кохание на выживание. Ну давайте. Я хочу с ним прожить все життя. Так, у нас будет первая заставка. Он просто без людей не может. Девять закоханных пар. Вырушать у нас за пунктную подарок. Девять выпусков. Смазка! Это Индия! В дальнейшем мы будем начало все это вырезать, а первый раз посмотрим. А, то есть тогда мы были в Бангкок, а сейчас будет Индия. Интересно. Это просто дрожь. У нас тревел шоу. Хорошее место, чтобы умереть. Адже там. На них чекатиме Ефим Константиновский. Я буду их испытывать. На что они способны ради любви? Новый ведущий. А что с тем? Виноват, как мужчина, ты. Ведь все хорошо. Я очень сильно заигрался. Из Индии никто не вернется брешнем. Объясняй. Это не то, что ты подумала. Чи сможут они выиграть 100 тысяч гривен? То, что мы любим. Та довести, что их любовь – это правда. Почему ты так со мной? Я просто хочу, чтобы ты реально в душу выбросила меня. Мы сможем быть вместе. Чего стоит их любовь? Посмотрим. Окей. Меня зовут Дима. Меня зовут Лера. В сезоне ждет девять выпусков. То есть, типа, чувак тебе говорит прямо, он с тобой, потому что за сисек. Окей. Вот это, конечно, такое себе, когда ты едешь по дороге, отпустила руки, он за тебя там сбоку рулёт. Дима Толера Пшилы, все в одни школе. Это был восьмой класс, я её увидел в столовой и подумал, ничего себе, это такие бывают девушки красивые. В основном все страшные, да, типа смотрю, господи, ну хуже, а тут как-то... Потому что я люблю Диму, за его доброту. Да, из-за этого, из-за этого. Я ей понятен, из-за этого, типа, это он ей грудь, типа, сделал, и он постоянно, типа, гордится, посмотрите, типа, в шоу бабки вложил, типа, и зритель, какой подарок я сделал. Уже постоянно он только вот из-за этого. И что? Лиша дома, кинотеатр. Море, бассейны. Переодевалка. А, это они рассказывают, типа, где они жахаются? А, в машине, когда мы ехали с водителем. Мне кажется, что она просто... В машине, когда мы ехали с водителем. Не, ну если вы едете где-то а-ля в микроавтобусе грузовом, водитель спереди, вы в грузовом отсеке, наверное, как-то, хотя не так удобно, но окей. Но если это седан, водитель ничего не заметил. Ну и за сексу. Меж Лерою и Тадимою пристрасть те поразумение. Да, 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 конечно, идеалы баски Леры не в захвате ведь ей выбор. Да, Дима хороший мальчик. Но ты знаешь, у нас есть еще папа. Он считает Диму молоденьким очень. А папа позиция, что мужчина должен крепко стоять на ногах. А папа типа обеспеченный, да? Очень. Дима мечтает быть звездой. Работаю я риэлтором, зарабатываю моделью. Вот опять полезли эти музыки, вы замахали, блин. Я столько пришлось вырезать. Из боку бантик. Мне как-то не сильно это приятно слушать. Ну, мама, сомнения из-за того, что неуверенность в нем. Если бы он пришел тоже так. Я люблю вашу дочь. Мы хотим жить вместе. Все. Как-то определить. Зайдется, конечно, там батя портрет его а-ля пшонка стайл. Это вот я там какой-то полководец. Переживают за ваши отношения. А что переживать? Или когда хату нутата, помните, смотрели там тоже был этот чувак. За семь лет, ну, можно было как-то определиться. Слишком длительные отношения. В таких случаях либо разрыв, либо подвинется. Я хочу, чтобы Дима вел меня за собой. Чтобы он говорил, Лерочка, через год мы поженимся. К свадьбе я пока не готов. Она с обеспеченной семьей. По достатку выше, чем моя. У меня комплекс, что я этого дать и не смогу. Того, чего она хочет. Если я на проекте не пойму, что я та девушка, с которой он хочет быть, то я не вижу смысла продолжать наши отношения. Ни к чему это больше не приведет к хорошему. Я хочу оказать ей, что я все-таки мужчина. Хочу, чтобы она увидела, что я способен на многое ради нее. И все мы с ней преодолеем. Ну, давай посмотрим. Короче, она обеспеченная семья. Он типа не обеспеченный. У него комплекс. Окей. Такая индийская заставка. Мы готовы. Ведучий проект у Ефим Константиновский уже спанувал подорож Димы и Леры до Индии. Очи. Там на них чекатиме п'ять випробований. За каждое випробование пара может отримать ключ. Цими ключами они сможут открыть скринки, в которых лежат 100 тысяч гривен. Правила все дьявны. Больше ключов. Больше шансов отримать все деньги. Дима и Лера отправляются в штат Кэролла. Это место с незайманной природой, высокогирными чайными плантациями Индийским океаном. Люди тут никогда не перенапруживаются. Лера и Дима прилетели на Куражин. Мне показалось, или их, мягко говоря, сумка немножечко сломалась. Она так должна, да, выгибаться, если что? Ручка металлическая, типа, в другую сторону. Вокруг одни индусы, я в коротких шортах. Она тебя прям так смотрит, я не знаю. Может, потому что я красивая? Ну ты ж и с сисечками гордишься, откусишь их везде. Ну вот, гордись, чтобы все видели, чтобы все индусы знали, что с тобой. Боже, как ласка! Боже, наконец-то мы здесь! Закоханья у Пиднесен монасты. Та, че долго ца тревет? Сейчас-таки у нас еще с тобой в тук-туке не было. Затем мы начали подниматься, подниматься выше, выше, выше по колдобинам. Думаешь, у вас будет место для жилья? Я думал, ты скажешь, место для секса. Это тоже важно. Слушай, куда мы едем вообще? Все повышение, повышение. Кто-то боится высоты. Мы так поняли, что это конечная остановка. Где мы? Я думала, нас встречают. Это ваш новый дом. Машин. В кино так делали, их обязательно находят. Давай, теперь ты. Ну, вместе. Давай, раз, два, три. Ты нормальный? У тебя классно получается. Давай еще раз. Все. Кто-то едет. Наконец-то! Боже, нас кто-то заберет. Уведущий, наверное. У тебя реально поверил? Зачем? Он не подошел, что специально по столу? Что за хрень? Такого вообще в первом сезоне не было. А, то есть он... А, то есть он смотрел первый сезон. То есть он, значит, понимает, что есть испытания. Это испытание. Доброе утро. Для кого как? Приехали какие-то арабы, забрали Леру. Что ты делал? Я бороться за нее. Не получилось. Не получилось. Ты можешь назвать себя мужественным? Конечно, я мужик. Где? Ты живешь с родителями? Да. Они с тобой ухаживают, готовят тебе кушать, дают карманные деньги. Вообще красавчик. Да, дают. Леру это устраивает? Нет. Мама возле него. Он привык, чтобы все ему, с дочкой, с собой, с едой, конечно. Нет у него стержня. Такое, чтобы по-мужски стукнуть по столу и сказать так. Ну, если надо не по столу, то в меня, да, или что? Ну, ты вообще видела тоже, ты с кем отношения строила? Вот это вот, стукнуть по столу. Мне нравится, когда сначала выбирают одних, а потом пытаются их менять, чтобы он другим был. Ну, ты же видела, кого ты брала. Не, ну, видела, но думала, он поменяется. Хочется проверить на прочность его. Я хочу, чтобы он стал самостоятельным, решительным. Вот, предложение сделал. Ну, да, как бы, живет с мамой, берет у нее карманные деньги и так далее. Как бы, мамочка ему дает там то-то-то. Понятно. Семь лет вместе живем по раздельности. Зато, как бы, секасом занимаемся, как выдры. В разных местах, даже на заднем сидении у таксиста или там у котоводителя. Хиты и мужского плеча. Твою девушку похитили. Чтобы спасти Леру, тебе нужно пройти полосу препятствий. Где ты должен проявить главные мужские качества. Дмитру доведется сдолати 5-километровый шлях горами, как справжньому герою. По дороге ему треба показать физическую силу. Интересная парочка. Проявить хозяйновой действий, довести витримку. А главное, сдолати свой наибольший страх. А что ж, наверное, какой-то трешняк-то пойдет. Ты должен доказать Лере, что ты настоящий мужчина. Два часа. Время пошло. Но с другой стороны, все, кто участвует дальше в дальнейших сезонах, они что, понимают, что их могут проверять? Наверность. Покажет ваше завдение. Пронести 30 килограммов каминя просто над головой. Я не бодибилдер, чтобы в ту махину внести. У меня и травма копчика, и травма поясницы, и травма плеча. Ничего нельзя поднимать. Как не срачка, так болячка. Что не сделаешь ради любимого? Та це лише початок. Надиму чекает неприемный сюрприз. Ты что? Еще пару маленьких каминців. Ты что гонишь? Его сейчас поглосят. Не, ну то бы на херна ему положили. Надо головой поднять этот вес. Все. Пот стекал с головы, руки тряслись. Невероятно тяжело. Да. Пронесши каминя всего 50 метров, Дима вирішив відновити силы и подремати. Я на подзарядке. Так как у меня проблемы с копчиком, у меня... Боже, он реально будет весь выпуск рассказывать, у меня проблемы с копчиком. Не, ну вы ж помните, у меня копчик, вот еще плечо. А вечером потом начинается обострение. А Лерия тем часом доводится на сон. Где Дима лазит? Почему так долго? Можливо, Диме варто поквапитись? Адже на відпочинок він витратив 40 дорогоценных хвилин. А вы убрали немного камней? Плечи сгорели. Было тяжко. Как у тебя могли сгореть плечи, когда нету солнца и ты в футболке? Мужик я не мужик. Конечно, я мужик. Белошкирый, два, иди сюди. Наверное... Что это за расизм получается? То есть а-ля черновазы назвать так сразу, блин. Ах ты свинья, а ты, блин. Блиннокожий, нет? Следующее испытание на хозяйственной. Что это за игре? Найти дай молока. О, подоить. Давай познакомимся с тобой, а? Детка, я пришел тебя подоить. Подставляй ветров. Неси, малая, прорвемся. Свери справлюсь с коровой тоже. Ну, выйди, корова, это священное животное. Судотные сосочки. Тя не ушел. Такая художая. Ага. Ложек он не тянет. Ага. Я тоже это смогу сделать. Подумал я. Начал ее тискать. Ну. Ну, не думаешь-то. Ну, корова тоже чувствует, это левый чувак. Непонятно, за соски ее дергает. Сдаётся, від диманого мацанья корова сказилась. Ах, ты собака. И снова халер. Кавелди. Все досить. Совсем безрукий. Иди, геть. Может, с наступным завданием Дима впорается кращим. Блин, это жестко. Сейчас мы проверим твою витримку, юночка. Гид. Маешь съесть 10 партий. Смачно. Цей перець зробит из тебя справжнего человека. Выбирал я поменьше. Тупо красный перец. Не советую его жевать. Оказалось, что чем меньше перец, тем больше он термоядерный. Он был невыносимый. Я не понимаю, как эти индусы жрут этот перец. Фу, б***ь. Я сейчас просто либо абхезуюсь, либо блювану. А молока там того хрен да нихрена. Меня отпускает. Ось навис, что Диме потребно было локом, а вы помняк, что ты гостроту. Я подумал, почему так мало надоел. Для тебя. Кашель, насморк, слезы. Сопли. А в конце пойдет еще огненная срака. Просто выплюнуть. Голова кружится, в глазах начинает темнеть. Давление. Потеря координации. Копчик. Вообще никак не съем. Никто не съест 10 перцев. Можно было поставить 3. Я бы съел 3. Дима, съели бы, просто не ты. На перцы замість 10. И провалив уже третье завдание. Короче, ключа не будет, да? Не, ну ему тоже дают задания такие, знаете. Ну, там камней ему нагрузили столько, что хрен пронесешь реально. С его-то телосложением и так далее. Нужно их как бы реально смотреть. Перцы тоже есть. Это острая штука. Блин. Я тоже не уверен, что бы я 10 штук сожрал бы без молока, так, в сухомятку. Что на це скажет Лера? Вона разом из ведучим вже чекая на свого героя. Идёт Дима. Не спешит никуда. В развалочку. Настолько, блин, бесила. Ты вообще не знаешь. В её мыслях это было как? Он бежит такой прям. Отойдите от неё! Как она себе это представляла? Тебо, что он прям увидел такой и резко побежал. Думает, не дай бог сейчас машина уедет. Что со мной происходило? Ладно. Снова здравствуй. Ну что, я прошёл всё. Как ты нес ко мне? Мужественно. Что было дальше? Нужно было подоить корову. Получилось? Что было дальше? Поедание перца. Сколько тебе нужно было их съесть? Нужно было 10. Ты сколько их съел? Два острых. Два. Забил молоком. Лера, ты слышала? Да. Он практически ничего не сделал для того, чтобы тебя спасти. Ну, ничего другого, в принципе, я не ожидала. Так если ты ничего другого не ожидала, что ты удивлена оттуда? Жаль, нельзя было просто съесть, блин, 10 перцев. Да, я вообще согласен, ты же, 10 перцев чили, это тебе не тот сладкий, который в салат добавляют. 10 перцев чили. Она вообще, она, как два пальца, она... Пронести камни и выпить... Она вообще ела хотя бы раз перец чили в жизни? Вот я как-то кусочек пробовал. Не знаю, ну, любители разные есть. Я согласен, там, в Индии они там любят острую еду. В Тайце тоже, это японская и китайская, азиатская даже, скажем так, кухня, она тоже острая, они любят такое. 10 перцев сожрать, да это... Молока. И все, это сложно. Видимо, недостаточно, хотел меня спасти. Сейчас у тебя есть последний шанс получить ключ. Какой твой самый большой страх в жизни? А страх-то у меня один. Высоты? Это высота. Ты готов преодолеть этот страх ради того, чтобы спасти Леру? Полетать на чем-то, да? На парашюте? Не думаю. Ты сомневаешься в Диме? Я знаю, как он боится высоты. Я не оправдал ее ожидания и понял, что надо исправляться. Ну, может, так ты начнешь видеть что-то во мне. Живем один раз. Я испугалась за него. Он может разбиться. Вообще, прям всмятку, прям... У меня не так много близких людей. Все будет хорошо. Ты что, можешь не лететь, бля? Все нормально будет. Девятя, бля. Хотелось и доказать, что я преодолею этот страх. То ты, бляха-муха, для меня не старайся, то ты летишь... Ну, ты просто, ты же можешь разбиться. Так что, не выполняет задание. Ну, я так и знал, что он, если честно, такой прям мягкотелый. Даже для меня не смог полететь. Я полечу. Может, не на год? Так. Найдосвідчені парапланеристы вважають цей маршрут найэкстремальнішим. Самый экстремальный, прям, куда закидывают новичкова. Это самый сложный маршрут. Вот прям туда, из десяти полетов, девять заканчивается летальным исходом. Ну, все. Ну, не хуй. Бежи, бежи. И все. У меня голова кружится. Ну, все как красиво. Более экстремального я ничего не делал. Что творится? Я вообще не находила себе место. Я уже чувствовала вину какую-то, что из-за меня ему пришлось это сделать. Сейчас точнее. Ммм, понятно. О, сейчас блевану. Приземляйся, боже мой. Аби развернути та приземлити параплан, потрібно здійснити ризкий та небезпечный віраж. Я был готов расцеловать эту землю. Что, короче, ключ дадут, да? Вот он счастье. Он не умер. Он не умер. Это мой мужчина. Это мой герой. Одна просьба. Отдай, наконец-то, ей ее кепку. Держи. Теперь я могу говорить серьезно. Это было первое испытание. На кону стоял первый ключ. Молоко ты практически не надоил. Перцев ты съел всего лишь два вместо десяти. Но самое главное, ты поборол свой страх. Дима. Это ключ ваш, да? Это ключ ваш. Молодец! Я поняла, насколько я была дурой и ошибалась в его мужественности и в том, на что он указал пойти ради меня. Я вполне заслужил... Полетать на парашюте. Я молодец. Все было не зря. Я тоже очень боюсь высоты. Типа, ну, без проблем полетел. Но боюсь тоже до усрачки относительно. Не, ну, не. До усрачки, наверное, громко сказано. Боюсь ли высоты? Да. До усрачки нет. Но прям... Вот прыгнуть с парашюта бы в самолет не согласился бы, правда. Вот так с земли, может быть, еще бы взлетел. А вот прям... Вот это когда... Не. Не хотел бы. Після першого отриманного ключа Дима та Лера у піднесеному настрою. Чи сьогодні им пощастить так само? А какая-то индийская семья. Какая-то обеспеченная. Привет. Сколько вы вместе? Давай, Дима, скажи, скажи. Семь лет? И два месяца. Ты считаешь дни? Да. Дни, недели, месяца. Ночи, скорее всего. Вы живете вместе? Нет. Почему? Никто не делает предложения жить вместе. А я чувствую, что мы еще не доросли до этого. Ну, вот как бы трахаться, как выдры, мы доросли. Да, уже как семь лет, вот в любых местах. Ну, а поймите, ну, серьезные отношения, это жить вместе, сделать предложение. Не, не, не доросли. Только писюн дорос, как бы, да. А так нет. Я за семь лет уже устала ждать. Я хочу, наконец-то, попробовать жить вместе. Дима боится развивать наши отношения. Она с обеспеченной семьей. По достатку выше, чем моя. У меня такой немножко комплекс, что я дать ей не смогу того, чего она хочет. Хорошо, что дальше. Постоянно встречаться? Сколько встречаться? Десять лет? Двадцать лет встречаться? Ну, сколько можно встречаться? Я хочу вас познакомить с одной парой. Это Тони и Росмини. Сегодня вам нужно прожить день по их графику. Одно слово пропустил. По графику их слуг. Ну, да, даже, вот, смотрите, насколько видно, да, разница? То есть, кто является хозяином дома и, типа, кто там работает. Ну, этот, это, в Индии вообще касты. Они очень, не то, что популярные, а на них живут, типа, каста там богатых, каста нищих. Там очень много каст есть. И перепрыгнуть с одной касты в другую очень сложно. Знакомьтесь, это Виджин и Кумари. Мы уже 15 лет работаем на господаре. Я люблю своего человека за то, что он очень работающий. А я люблю свою дружину. Ваша задача – прислуживать Тони и Росмини. Сегодня Дима и Лера должны вести господарство вместе. А именно, почистить от сухого листя все банановые дерева в саду, выпрати 5 кг белизны, вымыть улюбленца семьи песика Чучу, приготовить традиционный индийский соус чакни, натолкнуть 2 кг рисовой муки та зірвати 10 кокосов с найвищой пальмы у саду. Ну вот все, то, что было до этого нормально, вот как сорвать кокосы. У них есть варианты, либо, ну блин, она высокая, палкой так, наверное, не сбить. Прям залазить надо на этот кокос специальным приспособлением. У вас намечается очень интересный день. Я не вижу никаких сложностей. Я рад вашему настрою. Посмотрим, что будет. А за кокосами полезет он. Я представляю, если он боится высоты. В конце дня. Удачи. Там есть такие лапы, я знаю, по деревьям лазить. Вам треба поравдягтись. Красиво? Давай, рэдди. Пошли, на работу. А ось и сад. Вот что выйдет, тут давно никто не пробирался. А тут уже прям повяло. Пострей на этот сад. Там было дохрена деревьев. Куча бананов, кокосов. А он много. Раз, два. Как присяд. Ничего, погнали работать. Давай. Я села еще на шею. А кто в курсе? Вот бананы, они растут как? На деревьях? Кусты? Что это? Диме. Не знаю, как Диме, мне было кайфово. Еще скажи, что я не хрен делаю. На деревьях шикарно, наверное. Я работаю, а ты стоишь. Мононовое дерево, нет? Мы тут время ее поднимать. Кто в курсе напишите? Все, давай. Я не хочу. Одну не все лезть. Раз, два. Что такое? Дима решил здивувати девчину. Подарувати ей хробака. Смотри, какое. Я всегда разряжаю обстановку юмором. Сейчас она такая из перепуга. Аааа, мачете и руках не делала. Раз, больной? Два, три. А, это у нее юмор такой. Ты же бежала. Стань дакаром. Это было так смешно. Все, я не буду тебе помогать. Рыбай сам. А что ты можешь делать? Сидеть, смотреть на тебя. Досить жартів. Час працювати. И Дима показывает усе, на что сдать. Пожалуйста, Дима, осторожно. Да! Блин, это дерево просто расхвасили. До речи пропало, если честно. Что відбувається? Он реально тупо уничтожил дерево, которое плодоносило бананами. Он его поломал пополам. Что вы нарабили? Это жарко. Иди злиться. Ну, классно. Спасибо, Диме. Зачет. Найпростейше завдання, а вже провал. Що ж буде далі? Ну, что это? Дерочка. Типа вот так хоп, и в машинку, да? Руками и об камень. Руками? Так. И об камень. Постирать, да? Либо об него. Не постирали. А Диме, треба помыти, посыкать. Я представляю, какие-то потом растянутые вещи и вообще их состояние. То есть... Я думал, моя цветная футболка уже была в говно. Это моя собачка, да? Ну, конечно, тебе с собачкой поиграть. Бильям у меня была... У него была собака одна. Доставай ее. Я люблю вообще животное. Ты хорошая. Хорошая. Ой, я хочу пока не несут. Подожди. Идем. Сейчас чуть-чуть воду закинуть. Чуть-чуть, оплыви. Вот это вот новая стиральная машинка. Вирпул. Вообще. Есть три режима выбивания, два режима джима. Это вот это каждый день? По 10 видер щодня. Все инше ты. Хорошая стиралка. Я поскладываю, ты выжимать будешь. Хорошо? Это больше всего меня раздражает, когда он делает вид, что он не слышит меня. Купи-купи. Давай тебя погрузим сюда. И вот так вот. Собака в шоке. А точно так стирается? Ну типа эффект хороший, да? И чисто занялся собакой. Ведь шоу, что это кулик? Я представляю, просто как там вещи. Прикиньте, там они рэпаться могут. Там, наверное, качество ткани хорошее. Вот так если клепать мокрую ткань об камень, порваться должна, растянуться. Я не знаю, там она уже... XL должен превратиться в 3X. У тебя получится, ты номер один. Все животные меня хотят. Думаю, наверное, сейчас Дима быстро закончит мыть собаку и начнет мне помогать. Молодец. Молодец, Дим. Ты, блин, не делаешь, играешь с собакой. Я стою тут, блин, наматываю. Дим, прошел час. Ты все на том же месте. Ты слышишь меня? Я слышу, что ты много разговариваешь. Дим, ты на одном и том же месте. Ты ничего не сделал, ты понимаешь, блин? Да она постоянно что-то там ворнякает. Я не знаю, пыталась она поссориться. Я не знаю, пропускала это мимо ушей. Куда ты идешь? Я иду купаться. Умыл собаку и решил искупнуться. Я тебя попросила о помощи. Ты говоришь, ты идешь искупаться? Я потрачу здесь, а ты купаешься? Вылазь! Я стою вообще в ***. У меня это *** честно. Делать все за двоих. Я ему не рабыня никакая. Ты, как обычно, в чем-то меня обвиняешь. А ты *** не понимаешь. Как всегда. Да ты сисюкаешься с собакой. Да потому что она не ***. Да иди ты ***. Я не хочу с тобой жить. Лучше с собакой жить, которая молчит. И прекрасное отношение ***. Свободен. Так много слов и мало дела. У Димы Талеры попереду еще куча работы. А они уже разговаривают один с одним крізь зубы. Что же будет дальше? Ось так толчишь, что силы. Берешь ты и толчешь. Это моя задача. А ты ось так, кто вчи кокосный соус. Кокосовый соус? Ну да, там же масло есть кокосовое. Блин, а не легко это, как кажется? Дима не подходил, не помогал, как всегда. Благодаря этим испытаниям я поняла, какой ты в быту. Никакой. У нее настроение плохое. Я же ничего не сделал вроде. И не помощь *** от тебя не дождешься. Да. Только *** мешки одни и все. Слушай, ты на хозяйстве всегда вот это вот, когда делаешь, постоянно что-то обсуждаешь. Жил бы со мной в одной квартире и знал бы, какая я когда-то я готовлю. Я уже вижу, как ты, как вот эту вот семейную жизнь. Что ты видишь? Что, я долблю, а ты и разговариваешь. Ты боишься жить со мной? Боишься? Ты боишься трудностей? Боишься? Тебе проще сидеть дома. Трудностей не боюсь. Когда есть мама, папа рядом. Ага. Ага. Какая у вас любовь. Семь лет. Вы встречаетесь. Ты можешь сказать? Джим, моп***ь. А у него вижу такие, знаете, юморной пацан. Прям шуточки прям хорошие такие. Прям взять так в лицо мазать. Смешно. Вы сняли. Юмор у него странный. Голубы, блядь. Ты боже. Боже. Она прямо руками, ногами его бьет. О-о-о. Хозяин дома дымает. Бляха, муха, кого вы нам прислали? Бананы поломали, дерева нет. Вообще решила все раскрычить. Я так понимаю, здесь ключа точно не будет. Подраться, вот какую-то истеричку себя построить и все. С тобой ничего другого нельзя делать. Как можно жить вот с такой вот девушкой? Да никак. Да не живи, боже. Ну вот и не живу. Да пошел ты. Если у девушки есть серьезный настрой, значит, соответственно, есть предложение. Бабушка говорит. Ну если нет серьезного настроя, то нет предложения. Что будем делать? Ждать. Правильно. Обязательно. Правильно, когда ты что? 15 лет это не срок. Не со мной, потому что пока так удобно. У пары залишилось одно завдание. И оно для Димы. А, ну и тут у нас тоже провал был. Я сам, если ему надо лезть на дерево, я думаю, он не полезет туда. Ты маешь залезти на дерево и взорвать 10 кокосов. У нас есть специальная технология, чтобы залезть на Солисеньку вору. Показывайте. Специальные лапы такие. Да, 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 да. Ну вообще типа это реально. Потому что это будет какой-то специальный крюк длинный, который достает. Я не понимаю, зачем туда лезть. Да, это специальные лапы. Димы, надо залезти на пальму за вишки 15 метров. Это выше, чем 5-типоверховый дом. Вот это скалолаз, ё-моё. Это мужик с остальными яйцами. А ты что пришла? Знаешь, что здесь делаешь? Думаю, блин, я буду сидеть дуться. Получается, не увижу, как он будет делать. Что, не видишь? Опять лезу на высоту. К тебе нужен такой только подход. Ты для меня это делаешь, чтобы потом попрекать Диму? Пойду и сдохну тебе на зло. Смотри, меня уже постелили. Отсюда меня и заберешь. Зачем ты нагнетаешься, что тебя прошу? Я поднимаю голову и чисто... От того, насколько она высокая. Думаю, да нет. Он не сделал. Манипуляции эти дешевые. Работу. Так, какой тут принцип? Тянуть на себя и вниз. Ну, все понятно. Все, поехали. Дно неверное движение, и я внизу. Почему она такая высокая? На парашюте ты упал и сдох, а на пальму ты упал и инвалид. Блин, эта веревка может порваться, он упадет, себе позвоночник сломает. И копчик, у нее же проблемы с копчиком. Да, обязательно. Слазь, слазь. Слазь. Я тебе сказала, как мама. Ты можешь, блядь, поддержать? Меня это раздражает. Слазь. Я тебе серьезно сейчас говорю. Я езду на пальму, и ты мне говоришь, слезь. Ну так не лезь. Не ной, блядь. Он упертый, как осел. Нет. Ты тоже, конечно, такая интересная женщина. Слазь, Нина. А вдруг ты упадешь? Я полезу наверх, я полезу до конца. Ай. Блин, глаз не могу, ничего не вижу. Давай я разъезжаю. Моя жизнь зависит от того прибора, который я первый раз в своей жизни видел. Ближе, станови ближе ноги. Левую ногу ближе к себе. Пот с него течет, дышать он не может. У меня и коленки тряслись, и ноги, и ляжки, и судорога хватало пальцы. Ай, блядь. Не, наверное, он дальше не полезет. Он стоит на месте. Там было страшно. Забирай мой труп, я падаю. Ой, боже мой. Ну, сам тоже. Забирай мой труп. Развей мой пепел над морем. У меня просто сил нету. Ой, блин. Я тебя прошу, ты можешь послушать меня? Дим, давай вниз. Ну, я просто понимал, что я все-таки долезу туда. Но, а слезать-то мне как? Так же, как и залез. Здолавши лише половину шляху на верхівку пальмы, Дима вирішує сдатись. Ну, я так и думал, что таково и будет. Замоталась, замоталась тихо. Что, 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 что? Что, что, что? Я терзаю себя за то, что не сделал это до конца. И мне по-настоящему обидно. Другого пробования Леры и Димы добегает к концу. Что отримают они за него ключа? Ну, вот здесь я реально понимаю. Ну, я очень удивлюсь, если ключ реально дадут. Я думаю, что нет. Когда мы утром сами виделись, вы были очень оптимистично настроены. Сейчас вы как выжатый лимон. Да, мы устали. Тони, как они клеили ваш дом? Водненький сад забруднили еще больше. Теперь мне нужно наймать людей, чтобы убрать за этими работниками. Вместо того, чтобы работать, они целый день клеили дурно. Работник, чтобы ластували бейку на пыли. Я же для конца. Напоминаю, что сегодня заданием было не порезвиться, подраться, раскидать все. Сделать все по дому и отнестись к этому серьезно. Мне хочется видеть рядом с собой мужчину. Сегодня я увидела поведение ребенка. В принципе, как это бывает достаточно часто. Если вы собираетесь быть семьей, вам нужно... А ты как за ребенка говорила, Димочка, лучше не лезь, упадешь. Слазь, мама сказала. Учиться, работать. Да, есть ли такое? Ключ вы не получаете. Что-то есть. Это все. Только сыном не спят. Хотя мы смотрели с вами выпуски один за всех и так далее. Разное бывает. Я поняла, что Дима абсолютно не готов к семейной жизни, в которой я полностью готова, как мне кажется. Ну, тут заслуженно, да. Наступного ранку Лера та Дима відпочивають на взборожье индейского океана. Слава Богу. Это сейчас будут задания на вопросы? Давайте-таки попытаемся больше не ссориться. Больше не будем никогда ссориться. Было замечательное настроение. Наконец-то появился тот день, когда можно хоть чуть-чуть отдохнуть. Да на березе Дима чекает неприемный сюрприз. Вещи пропали. Была одежда Леры, а моей не было. Может, кто-то украл или ветром сдуло. Вам туда. Наверное, туда надо пойти. Это мои вещи. Я, честно говоря, прифигел. Все мои вещи. А точнее, все, что Сталяга Дима взял с собою до Индии. Что вообще происходит? Драку понятно, что это начинается испытание. Дима, Лера. Здравствуйте. Привет. Джонни, can you give t-shirt to him? Дима, подойди, пожалуйста, ко мне. Флера, у Димы много вещей? Да-да, побольше, чем у меня, наверное. Я считаю, что мужчина должен иметь чувство стиля. Он жидно так не выбирает, как футбол. В день весеннего солнцестояния в Индии принято прощаться с ненужными вещами. Рядом ножницы, бензин и нож. И развешена моя одежда. Третье испытание начинается сейчас. Лере будет задано 11 вопросов про звички и вподобание ее хлопца. Дима уже ответил на эти вопросы. Аби пара отримала ключ, необходимо, чтобы шесть их ответов співпалли. Лера, познакомься, это Джонни. За каждый твой неправильный ответ Джонни будет уничтожать одну из вещей Димы. Ну, тихо, тихо, тихо. Из Димы сошло 7 потов, когда он услышал задание. Там висели одни из самых лучших моих шмоток, которые мне было, ну, капец, как жалко. Индусы считают, что настоящего мужчину должны окружать только любовь, вера в Бога и крыш над головой. Я тоже так считаю, кстати. Самое главное. Возможно, тебе не нужно будет прощаться ни с одной вещью, если Лера ответит правильно на все вопросы. У нее это получится? Нет. Я понял. Начинаем. Я тоже. Ты работаешь моделью? Подрабатываю. Ты бы хотела, чтобы твой будущий муж был моделью? Нет. Я считаю, это не профессия для мужчины. Вопрос. Какого хрена вы вместе? Ну, это тоже жесть. Типа, чувак работает моделью, но это не профессия для мужчины. То есть, по идее, вообще моделей парней не должно быть, должны продаваться только женские одежды. Если есть какая-то там футболка, шорты, то мужская должна быть просто на большой девочке одета. То есть, пацан не одевает ничего. Мы должны видеть только женские модели. Мужским не надо. У нас только трусы, носки и какой-то балахон, пожалуйста. Итак, первый вопрос. Что ты с ним вместе делаешь тогда? Лера, какой своей съемкой Дима гордится больше всего? О, господи. Какой съемкой? Откуда я не знаю, какой именно? Вы же 7 лет вместе. Может быть, это показ Баронина. Не слышу? Нет, 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 нет. Я скажу, когда я скажу. О, все. Думаю, не, не, не. Не то не подходит. Прям гордится. Какая еще съемка у тебя была? У тебя их не было много. И ты вот насрала? Твой ответ? Для бутик. Для бутик. Да, ну да. Нет слов. Нет. Я принимаю этот ответ как окончательный. Ну, как можно. Ну, ты назвала сначала первый. А, Воронин. Я не рада. А у него, наверное, стоит правило, типа, нельзя показывать своим внешним видом правильный, неправильный ответ. Я разговаривал, что этот показ был очень знаменательный. Ну, там у них костюмы, да, знаю, Воронин. Потому что слушал. Есть даже в торговых центрах. Лера, ты ответила неправильно. Так. С чем бы попрощаться? Я все свои вещи люблю. Джонни. This one. This one. Просто мою плоть разрезают. Где вот эта вещь всего лишь? Уверен, у нее была бы такая же реакция на ее вещи. Лера, следующий вопрос. Что в тебе больше всего раздражает Диму? Что в тебе больше раздражает его? На самом деле, этот список очень большой. Давай, думай. Ну, они вместе. Ну, я так понимаю, там просто веселые потрохульки. И это вот у них все времяпровождение. Думай, думай, думай. Лера. У меня огромный список. Что мне в ней раздражает? Ревность. Ревность. Я ревнивая. Я думаю, это больше всего его раздражает. Дима, скажи правильный ответ. Ну? Это ревность. Ух, что-то дышит. Что-то все-таки знаю. Дима тебе дает поводы для этого. Я их сама найду. Пообщаюсь там с какой-то девушкой. Не дай бог, она красивая будет. Все. Ты должен на меня смотреть, понимаешь? А не на нее. Ускокуясь. Что ты начинаешь? Серьезно? То есть даже вы смотрите фильм? Фильм! Что ты пялись на ее сиськи? Это Скарлетт Йохатсон. Мы смотрим фильм. Не смотри на, смотри на мои сиськи. Ты что, она нравится? У тебя тоже все хорошо? Ты будешь каждый раз проверять? Да. Что, уже у тебя встал? Да нет, это странно. Когда она меня ревновала к моему другу. Когда мы просто подружески обнялись. Лучший друг. Это мужчина? Да. А, она ревновала к мужчине. Она говорит, ах ты мой. Я просто не люблю что-то с кем-то делить. Двигаемся дальше. Итак, следующий вопрос. Какую татуировку мечтает набить Дима? Слоника. О-о-о-о. Животное. Я знаю, что какое-то животное. Слоник. Мне нравится только лев и собака. Кто собаку будет колоть на себе? А льва-то все хотят. Что я думаю, колят люди собаку? А что такое, блин? Там можно какой-то тапстафон набить. Там кто-то чуаху, а даже можно набить. Что в смысле, кто колет себе собаку? Я думаю, много у кого-то татуировку. Татуировки собак. Это лев. Ну, она была близко, но это тихо. Это правильный ответ. А если вот у Димы будет лев, какая татуировка будет у тебя? Баран. Прекрасная пара, лев и баран. Вы друг друга стоите. Вы держитесь, главное там это. Вот 7 лет это не срок. Вам еще нужно постричаться еще лет 15. И возможно тогда попытаться хотя бы на выходных жить вместе. Я сейчас специально возьму и неправильно отвечу на все. Мы продолжаем. Он ей говорит, баран. Со скольки лет вы вместе? С 15. А то время... А то заметно. А то заметно, что с 15 лет вместе. Лера, тебе нужно назвать домашний номер телефона Димы. У него там еще есть домашний номер телефона. Кто-то еще до сих пор звонит на домашний номер телефона, если у кого-то он есть. Кто-то пользуется еще этим. Откуда она реально должна его знать? Не, ну типа с 15 лет. А, что якобы тогда еще давным-давно звонила к нему на домашний? Домашний телефон. Это вообще... Когда я последний раз на домашний звонила? Я знаю, какой у нее номер телефона домашний. Почему она моего не знает? Согласен, странно вообще. Должна еще знать твой IP-адрес интернета. Серьезно? Я думаю, некоторые люди говорят, что такое домашний телефон? То есть некоторые даже не знают, что такое домашний телефон. Типа домашняя мобилка, которая остается только всегда дома? Нет. В моем детстве какое-то время было такое. Три. Подожди. Я хочу вспомнить, что он начинает. Я помню, начало. Дима, пожалуйста, не трогай меня. 544, 43 и что, и что, и что. Куча, куча цифр в голове. Дима, жилетка классная. 2, 1. 76. Полностью. Нет, 500. Подожди. 544, 43, 76. Ну, это был еще один правильный ответ. Ага, ладно, ладно, ладно. Видишь, внимательно. Молодец. Ни хрена себе. Ну ладно, может быть история о том, что просто в детстве она реально на него звонила. Но время могло бы пройти, вот даже свой я бы вспомнить. Я реально свой домашний даже не вспомню. Вот правда не вспомню. Хотя его наизусть как отчинаш знал и так далее. Что я говорю отчинаш? Я отчинаш наизусть знаю. Ладно. История вообще не в этом. Долго думаешь. Фу, блин. Я похудею сейчас. Но мы двигаемся дальше. Лера. Не, ну вроде помню. Ладно. Какой максимальный вес... Ну это не точно. ...дима может сжать от груди? Ну судя по его телосложению. Максимальный вес. Ну я думаю, ну 50, 60 не уверен. Откуда я знаю вообще? Откуда я знаю? Стоп. Стоп. Ну Лера, откуда она может узнать? Блин, мне паси умеют. Это от копчика отдается. Пальцы не милит. Вы ходили в зал вместе? Конечно. Ну два раза где-то мы ходили в зал вместе. Какой два? Что ты дверь не рассказываешь? Тогда мы отдельно ходим. Чем ты это, Дим? Максимальный. Тебе задали вопрос. Давай максимальный. Когда? На тебя продема с рукой. Откуда я... С головой, с копчиком, с ногой, с плечом. Тогда килограмм 25. О, ну это было год-два назад, когда он там жал. Давай. Лера. Три, два, один. Дай я логически, подожди. Если я подниму... Джонни, жилетка. Летс гоу. А, да все, все, я... Сколько? Ну говори. 80, 80. Не, 80 точно не поднимают. Ты чересчур преувеличила ее возможности. 80, но я ответила. Почему я... Че, реально 80? Ну соврал-то. Лера, ты считаешь, что Дима может сжать от груди 80 килограмм? Нет, ну я, блин, на три елки хожу. Я, блин... Ну сколько я в максимум вытягивал? 110. Ну это прям так. Ну... Пляха, я сколько работаю... Я не какой-то... Валя, мистер Олимпус и так далее, но... Ну 80 все-то не поднимет. Да, ну максимум, который был. Нет. Это правильный ответ. Я бы хотел бы увидеть. Вот серьезно бы. Вот прям хотел бы увидеть. Реально поднял бы ли он 80 килограмм. Ну хрен с вами. Поверим, что там просто мистер Олимпус. Это вообще реально везуха? Я не знаю. Эра, можешь повесить. Просто, а как доказать? Реально он поднял 80? Или то, что поляхом потекло, это считается тоже, что поднял. Вера, двигаемся дальше. Итак, вопрос. Если бы снимали фильм про Диму, какой бы актер был бы в главной роли? Какой актер? Куда? Ковой? Это он писал Джонни Депп? Да, кто? Можно я буду уточнять? Не уточняй, я тебя прошу, не уточняй. Я не понимаю, что значит... Ты уточнила? Смотри, что с ней случилось. Я тебя спрашиваю, ну Дима. Не уточняй, пожалуйста, не уточняй. Я не понимаю. Ну на комедийного чувака он не похож, хотя он считает, что у него прикуртые шутки. Что, реально Джим Керри? Ну вообще, это два разных человека. Три, два, один. Подожди, ну ты не третий. Подожди, ну ты не третий. Подожди, подожди. Да не! Ну! Джим Керри, я ж ж ковен. Джим Керри, Джим Керри, Джим Керри, все. Джонни! Все, я не буду, блин. Все ты бросила? Потому что. Джим Керри, к сожалению... Ну правильно. Для Джонни это... Это правильный ответ. Лера уже ответила правильно на пять вопросов. Чтобы отримать ключ, ей необходима лишь одна правильная вещь. Короче, ответит. Лера. Либо сейчас, либо потом. Ты любишь секс? Я люблю секс. Крыша дома. Кинотеатр. Море. Бассейны. Переодевалка. В аквапарке. Сколько раз? Ну, может, шесть-семь в день. Это точно норма. Мне кажется, что она просто... Шесть-семь раз в день это норма. А вы вообще чем-то еще занимаетесь, кроме этого? Ну, типа... Хожу к маме кушаю, да? А я же с мамой живу. Со мной за секс. Все зависит от него. Очередной вопрос. Текст машина. Наступное питание від Димы. Він захотел переверти, чи знает Лера те, что в край для него важливое. Дима, задашь сам? Сколько максимально оргазмов у меня было с тобой в сутки? Это ему хочется знать. Что в голове у него просто? Мне очень хочется знать. Сколько я раз, как бы, когда был с тобой, заканчивал? Блин, а что я должна считать оргазмом мужика? Ну, зачем? В смысле? Мне это надо. Сутки. Ты тогда присутствовала. Что думать? Это он там себе плюсики ставил? Знаете, у меня такое чувство, что просто он захотел, чтобы сняли на камеру. Типа показали. Посмотрите, какой я просто быкосеменитель. Я просто... Я... Скорострел-пулемет просто. Раз, два, три. Какой я молодец. Давай. Не тупи. Это реально, это тот случай, когда, типа, у него проблемы с головой. И он какие-то... У него какие-то очень странные методы. Не сам... Само... Блин, как-то... Слово-то сказать. Он как-то умно хотел... Чем гордиться, что ли. Здесь остались мои самые любимые вещи. Итак, восемь. Гордость. Восемь. Дима, какой правильный ответ? Десять. Как ты не оценила? Вообще-то, десять. Мой бог. Мой боже. Бой. Как это противно смотреть. Вот этот пафос. Эти понты какие-то. Десять. Откуда десять? Ну, десять. Мы тогда поставили рекорд, что она, что я, которую до сих пор не можем побить. Ту ночь, после расставания, мы сошлись. И это был особенный день. Когда? Когда мы там мирились. Капец. Сколько у тебя было оргазмов в тот день? Это было пять-шесть. Со счетом 10-5-6-6-6, извини. Это неправильный ответ. Я считаю, что можно попрощаться с красными шортами. Джон недоволен. Какого хрена я страдаю из-за твоей тупости? Объясни. Из-за твоей тупости? То есть она должна была сказать правильное количество твоих оргазмов. Какого хрена я страдаю из-за твоей тупости? Ты что, больной? Если ты считаешь, ставишь себе заслугу, блин. О, один раз. О, восемь. О, платы. Я молодец. Я мужик. Купик себе, блядь. Купи медаль, Дима. Ты должна была это помнить. Ты должна была это помнить. Какого шикарного отношения. Лера, какая у Димы самая смелая сексуальная фантазия? То есть я должна знать его фантазию в его голове. Вы же знакомы? Ну, это не тяжело. Вообще не тяжело. У всех одна и та же фантазия. Просто вытащить ответ из своей коробочки. А ты рассказываешь мне об этом? А ты спрашиваешь? Это ж легко. Я, конечно, ни разу и не говорил, но это ж легко. Вера, твой ответ. Секс в полете в самолете. В полете в самолете. Секс в самолете. В полете. Нет. А что? Это две девушки и я. Ну вперед, Дим. Одна из них ты, наверное. Одна из них ты, наверное. Наверное. Ну, наверное. Что наверно? Я сейчас сама спалю твою футболку. Ты не сможешь. А, не смогу. Ты не сможешь. Все. Надо отвечать за свои слова, правильно? Какие шикарные отношения. Это моя футболка. Она дополняла мой образ. Тут упади на колени. Было тяжело найти именно такой цвет. Такой цвет. Вообще тельняшка. Это туру. Года два я искал. Боже. Ну это видно. Это эксклюзив. Это футболка прям... Майка, простите. Григорий, ясно? Чтобы не погасло. Будешь думать... Ты довольна? Башкой, что говорить в следующий раз. Хорошая футболка. Точнее, майка. Классно тебе, да? Весело, да? Мне не весело. Лера, чем занимается Дима? Продает квартиры. Продает квартиры? Да. Работаю я риэлтором. Пытаюсь себя перебороть. И немножко отложить долгий ящик по поводу моделинга ведущего. Чтобы была какая-то стабильность. Какую максимальную сумму Дима зарабатывал от одной сделки? Как ты... Ну, в зависимости, какую квартиру продать. Говори, что ты считаешь мои деньги? Давай. Что давай? Говори. Вообще, вариант... Что, снова сожжем что-то, да? Знаю, это либо 280, либо 300. Что, 300 тысяч? Будешь чаще рассказывать, Дима. Или долларов? Что? Вспоминаю, что когда-то Дима мне звонит. Лера, представляешь, заплатили 800 долларов. Я отвечаю, меня задолбало. 800. Жонни. Ты свободен. Это правильный ответ. Ключ ваш. Что? Я не знаю все. Какие обиды. Какое раздражение. Я настолько... Вообще-то, я подумаю. Сейчас мы пару раз перевели. И мы самое лучшее. Какая счастлива? Да. Это моя маленькая. Для Леры та Дима три выпробования позаду. А что-то выступление какое-то должно быть. Тут очень красиво. Ну, в прошлых выпусках было так. Ну, и пятая проверка. Я предлагаю тебе забить Льва. Ты говори тише, а то сейчас нас услышит в твое душе. Все питают, чому я незамежна. Очень ритмично, очень древово. Чому мій милий не бере мене замеж? О, Любе, оженись на мені. О, Женись на мені. Еще на час, Любе. А, типа, как раз про них, да, песня? Ну, все. Цель закончилась. Да хлопались. Ну, я сразу понял, что происходит. Доброе утро. Доброе. Как настроение? У меня замечательно. Типа, вам нужно спеть эту песню? Так что все хорошо. Я тебя поздравляю. Дима, ты бы хотел заниматься чем-то творческим? Да, всегда хотел. Я в конце 11 класса начал выступление. Вообще весь первый курс провел на сцене. Я как бы исполнял песню маме на юбилей. Всем понравилось, все плакали. Познакомьтесь. Это Тушар и Вина. Они местные музыканты, они этим и зарабатывают на жизнь. Не буду там, я сейчас шутить. Понравилась песня, которую исполнили вам Тушар и Вина? Да. Чудесно. Вам нужно выучить эту песню. Ее спеть и заработать за время ее исполнения 500 рупий. Если вы этого не сделаете, то ключ вы не получите. У вас есть 3 часа. Удачи. 3 часа, чтобы выучить песню на индийском языке? Так, уже 3 часа. Понятно. Дима будет петь. Я буду танцевать с барабанами. На барабанах, играя хлопать. А девушка, девчина. А, пойдет она. Дима длить на ухо наступил. Ладно. Ну все, let's start. И ты на барабанах идешь, ты меня должен учить петь. Ничего? Она тебя научит, как я тебя могу научить петь. А сам еще нет почему. Твой вокал, ты мне не помогаешь. Я тебе буду вот... Замечай. А, говорит, я как бы петь не умею, но я как бы пел у мамы на юбилей, все плакали. Мне интересно, причина какая была. А с ушей что-то текло, как бы, в этот момент? Начало хорошее. Может быть, они плакали от боли. Как я ее выучу? Непонятный язык. Не смог подержаться. Все максимально понятно. 15-20 букв в одном слое, просто ну никак. Но поет она хуже, чем я. Напиши стрелочке вверх, когда нужно идти вверх и когда нужно вниз. У меня есть слух, чтобы воспроизвести правильную песню. Ой, ты бля, ты просто идеальный мужчина. Ты прям можешь повторить любую песню. У тебя слух просто, у тебя в три октавы прям там, голос. Помоги пока, пожалуйста. к не оля а не маник они или к нему ручки лекарь и ракуре пачекарем байра гоноку к ней лишь блин сказала что уже все оля алле слышишь о чем еще стоит приди занимайся своим барабаном иди к мужику чё ты над душой стоишь но стоит девка учит свой текст и что стоит там мудить что пердит на ухо латой вера что ты мне хочешь я учишь не сказала что все или мне опять ставить на карачки дим хочешь пососить все тоже ты мне только мешаешь к нацепляйте наши вот уже бреди с мужиком для учись барабан стучать я всегда хотел научиться на барабанах ты все хотел бы научиться да 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 душа добрая у меня идея дима дима слышишь не слышишь или нет смотри первый кусок выучья ты играешь потом меняется она поняла что это для нее очень сложно и решила найти простой путь подожди идет песня мы заканчиваем петь песню тонкой секунду рокеров ты че вообще никогда не выступал нигде не могу понять я не буду учить это ты шо гонишь я буду на барабане играть это было намного легче бить по барабану короче я предлагала потом не говори понимаешь ну все счастлив все горлок до вечера вообще все пропало я забыла этот мотив давай что давай ну давай ты же мотив помнишь попросила тебя постой послушай задача была в том чтобы он не помог с вокалом поскольку он уже 7 лет они вместе но типа ладно они как бы вместе там они даже не живут вместе 7 лет они потрахиваются и встречаются где-то гуляют вообще ноль шикарные отношения а что ты написал печи кюра ну вот что ты дописал одно слушай тара 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 нет но что прочитать то я не вижу печики кюра ну а я как это должно выучить ну ты же писал я же не понимаю твой почерк потому я просила тебя понимаешь послушай мотив уже подкипали на солнце короче было вообще не по-детски вообще не было все сложнее задание короче давай отойдем туда уже целую годину лера тадима тильк это и роблять что сперечается а до выступу залишается все меньше часа блин подпевай как-то мне тяжело и стучать слова ты понимаешь ну ты писала я вижу что здесь написано ну так говори что-то пока я это дрынчу ты никто денег не даст видимо у него не получалось уже с этими барабанами и он решил меня гнобить ну я не знаю она же там напевала пела а ты сам помнишь как конечно помню я стоял и одним ухом это все слушал давай почему это ты не могла сделать спой что спой давай спой если ты помнишь да спой мне потом я вот этот Кусман не помню потому что я его не слушал ааа ну ты что а я тут тоже помню что тебе поручили тебе поручили задание а ну да ты однозадачная или что что просто вот че а че ты на пальму не залез это прям удар ниже пояса шо ты мне будешь пальмой вот это вот ты мне рассказываешь что мне поручили что нет потому что у меня сил не было залез ну так все у меня нет сил выучить ну так ты шо у тебя мозгов нету выучить или шо не выполнила как это год свой все блондиночку начала играть ну я распсиховалась я предложила блин массу вариантов ему кто нарет как истеричка хочу с ним разговаривать да я просто не понимаю ну лера не справилась вообще со своим заданием не изучила ни мелодию ни слова все бросила на пол дела а я такой человек что я все до конца я это не до конца делаю ты такой прям человек ты до конца прям на дерево до конца залезу все сделаю до конца камни донесу десять перцев съем у тебя фамилия не балаболинка нет не выполнят у меня это будет очень сильно терзать да и ты прям все до конца делаешь прям вот все делаешь до конца вот прям на цьому спильна репетиция скончилась ну да ну да ну да ну да ну да ну да да я так до последнего думала что он поможет ну давай так вот ну он может помочь где-то хоть ну да ну если ты текст не знаешь его реально невозможно узнать там нужно как-то хотя бы читать но можно потом что-то как говорится когда не знаешь песни давай так на 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 вот и виски текст я не знал что делать ты все что ты подготовил да мне кажется это вообще ну вот приплыли оказалось нет еще есть куда плыть Я люблю тебя, Дима, это мне необходимо, забери меня в полет, ты мой лучший, мой пилот. Ну, и все, так пей, индусам, как бы вообще, что-то иностранное. И шо? Это реально лучше, что ты могла придумать. Не, ну он тоже, конечно, прям, ну девка пытается уже как-то вытащить, я ее отчасти понимаю, блин, на индийском языке, это не то, что даже английский, это там реально, там, какой-то набор букв, звуков и так далее, человек, который никогда на нем вообще не общался, для него там, ну, понятно, что нет, ты тоже великий музыкант, блин. Все, прям ритм так ритм. Это позор, реально. Ой, бля. Я красиво спела. Ты считаешь, что ты красивый был? Боже, как он, вот тут такой жесткий абьюз идет, такое неуважение, ты так пела, прям, ты твой голос, прям, ты там, ты, как, вмазать бы. Я спела куплет, я хочу продолжить свое, в чем дело. Я не знаю, ну это... Хотя, я бы не вмазал бы, но я бы ему высказал бы все, что о нем думаю. Говню. Ну, реально, ну что это за... Я уже, ну, там два сапога пара, я согласен, типа, она по поведению, он. Ну, в данном моменте, давайте рассматривать данный момент, типа. Девка пыталась, что-то пела, старалась, бля. Он, ты считаешь, что ты красиво спела? Серьезно, блин. Ну, ну, что ж ты, бля, за... Какашка такая-то, а? Смотрите на его лицо просто. Ну, она, если даже пытается, он... Я так понимаю, это все. Ну, я скажу, она реально пыталась. Она реально хоть как-то пыталась выехать. Ну, когда с тобой стоит эта вот недовольная сарделька рядом, ну, вытянуть нереально. Лера, я высоко ценю твою стойкость. Что произошло? Почему вы не выучили песню? Дима, почему ты стоял и молчал? Потому что это было несуразно. Было глупо и вообще никак. Что вам люди подумают? Знаешь, что такое испанский стыд? Да. Когда тебе стыдно за кого-то. Вот мне стыдно за тебя. Не за Леру, а за тебя. Да. Сколько денег вы собрали? Нисколько. Вы не выучили песню. Вы с ней не выступили. И не собрали ни одной рупии. Потому что ни один индус не посчитал, что это выступление было достойно его денег. Сегодня не будет интриги. Ключ вам не достается. Вы его не заслужили. Я очень удивлен тем, как сегодня сложился день. Я зря вас объявил как пару. Человек постоянно так и делает. Постоянно что-то не нравится, она уходит. Ну, сколько можно. Я, блин, пыталась весь день вытянуть. А он ничего не делал. Тупая песня. Ты ночью. Это же они еще не вместе. Типа, ну, там, встречаются. Жахаются. Не год, не два. Там, не пол... Семь лет. За это время уже можно другие отношения построить. Типа, ну, там, получил опыт. Ну, типа, все, не мой человек и так далее. Дима-то верно разговаривает в виду Чора. На пьятого пробования вон и приходят в окрэм. Это мы любим. Это мы любим. За это просто лайк не глядя. Начинается прямо сейчас. Давайте. Этот ключ будет вашим. Как думаете? Давайте проверкам. На интуицию. Пройдут ли они проверку на верность? Знаете, что по поводу него, что по поводу него и нее, не уверен. Вот прям ни там, ни там. Если вы будете честны со мной и друг с другом. Дима, какие тебе нравятся девушки? Мы очень по-разному. Наверное, я знаю, какие тебе нравятся девушки. Да, ну. А журнал «Эксель». «Эксэксель» – мужской журнал. «Эксель» – мужской журнал «Эксель». «Эксель» – мужской журнал «Эксель». Я не знаю, кто это правда. Он реально… Он, я вижу его реакцию. Я испытываю уважение как к артисту. Назови хотя бы одну песню Татьяны Воржевой. Да, вот назови, вот правда, я вот не знаю, кто это, вот, правда, не знаю. Королева дискотека. Как ты думаешь, после этой информации он ушел? Уточнил, кто перед ним сидит и ушел? Да, понятно, что он стал. Да, нет, это было бы глупо. А, Татьяна Воржева, нет, ну я-то, извините, мне надо домой. Я хочу какать. Ну, я часто встречаю людей, связанных с шоу-бизнесом. Смотрим. Татьяна знает все слабкие места дела. И сразу иди в наступ. Ее зброя – відверти листочки. А у вас лицо тоже, знаете, такое фактурное. Так может, вы не тем занимаетесь? Возможно. Понимаешь, у тебя типаж секс-символа. Секс – это прямо, это мое второе имя. Ну, это правда. Я уже стою года, что-то на паблику попробовал, но… На фабрику попробоваться? Тот, кто не умеет петь, как он сказал. Ну, мы слышали, там чуть-чуть шум пел. Так вы что, если поете? Ну, как, по-любому, по-седали, по-короке. Не, ну ты прямо лучше, чем она поешь. Я вот слушаю, прям… Мне кажется, люди реально плакали от чего-то другого, когда ты пел. Боже, я… Да, там, там X-Factor, Фабрика Звезд, можно даже попытаться на Евровидение. Ольга, да там у меня вечер. Они уже забыли, что они встретились. Ты ждешь Фабрику? Да. Который год? А я уже 10 лет как не… Да, да, я тоже хотел это сказать. Уже Фабрика Звезд хрен помекал. Я еще школьником был. Когда она… Зачем ты начал рассказывать Тане свои достижения, свои мечты? Ну, скажи, что я здесь сразу за ночь кончал? Серьезно, типа? Или какие достижения у него сейчас… Давайте подумать, чем он этот наш великий альфа-самец может похвастаться? Ну, это ума, конечно, будет, если он похвастается каких-то своих половых. Ты думал, она тебе поможет как-то? Нет. Ну, увидел в ней союзника, с кем можно поговорить на эту тему, который изнутри знает об этом шоу. Ну, давайте смотреть дальше. Давайте. Вам нравится Максапарский? Да? Конечно. Максапарский? Очень хорошо. Правда, говоришь, что? Много говорят на самом деле разного. Я не проверяла. Это важно? Мне было просто интересно. Только геи могут выдавать качественный такой вот продукт. Чё, дурак? Как связано, типа, гей и качественный продукт? А если не гей, то качественный не может быть? Типа, хорошо поют только гей? Я не знаю, что у него по логике. Ладно. А натуралы тоже. Не знаю, почему. А может, вы не той дорогой шли просто? Вы готовы заняться сексом с любым человеком, который продвинет вас в шоу-бизнесе? Подождите, в смысле с любым человеком? То есть даже с Максом Барских, да, он хочет сказать или что? Я сейчас не веду к тому, что Макс Барский гений. Это имею в виду, что с любым человеком вопрос звучит так, что парень или девушка, ему всё равно. Ответ – да. Нет. Брёд. Не продадут. Заради мрії Дмитро Олегович готовий віддатись сповна тей люди, яка родина его шоу. Кто его протолкнёт? Бизнес. Я не понимаю, где я дал повод. Я с любым пересплю ради шоу-бизнеса. Это вообще какой-то бред. Вообще бред. Ты хочешь попасть в шоу-бизнес? Да. Но нелюбимым способом. Творчеством и талантом. Творчеством и талантом. Кость, знакомьтесь, это Михаил Поплавский. А вы знаете его? Смотрим дальше. У вас человек, спасибо. Да, нравится. Да, пока я знаю, что обычно человек уже должен быть выше. Под кадыком, нет? Под кадыком у девушек нет кадыка. Выше? Не знаю, может быть, это... А видно? Ну, бывает, типа его просто не таксида, его не видно. Даже заинтересовало меня. Какие приятные ощущения. С какой целью ты вдруг понял, что нужно помочь? Просто неправильно висела. Не, ну ладно, ну... Анна, кадык есть. Просто он женский в основном вообще практически не выделяется или выделяется минимально по сравнению с муским. Возможно, из-за кадыка еще тоже и меняется тембр голоса. Кто в курсе? Типа, за что вообще отвечает этот кадык? Да, вот эта вот штука, которая торчит. Я думаю, что и на голос тембр тоже оно должно влиять. Не? Это раздражало. Ты не смог это терпеть? Я не смог держаться, да. У меня один единственный чокер, который он, в принципе, видел в первый раз и даже не знал, как оно называется. А тут он решил блеснуть. Ну что ж, деловая встреча продолжается. Кстати, а что у вас за духи? Это запах любви. Следующий мой подарок, я так поняла, будут эти духи? Ну, его может и не будет. Вот ты бы смог сейчас меня пригласить потанцевать? Она меня решила взять на слабого. Что мы будем танцевать с молодой человеком? Обычно медляк. Медляк? Ну да. Ты за герой, слушай. Боже, ты такой высокий. Слушай, а если бы она спросила, а ты смог бы пойти со мной в постель? У тебя как игра... Он такой, она бы что-то ей спросила это. Вы это не покажете мне? Оно слабо? Ничего не вижу тут такого. Потанцевали и все. И все. Нормальный чувак. Здається, Дима забыл, с якого приводу зустрівся с Тетяною. И уже замовляет выпивку. Квартиру как бы там вроде бы предлагали. Кто предложил выпить виски? Она. Ты согласилась? Дима воспитан. Она оплачивает. Я пью. Блин, ну она настояла. Могу себе представить, какие остальные деловые встречи. Лера, ну что, эта встреча уже больше не деловая? Она давно уже не деловая. Зачем Дима спросил у Татьяны, есть ли у нее молодой человек? Предложить кандидатуру своего возможностей. Да, как минимум. То есть, я думаю, что в его голове такая мысль промелькнула. А не просто потом... Мы хотели узнать ее получше. Конечно. Конечно. По-близи получше. Я верю. Вообще непонятно, зачем. Хочешь со мной на студию поехать? На салют? Угу. С того, что она не сегодня. Потому что у меня есть девушка, и хотелось бы ее расстраивать. Дима, ты признался Татьяне, что у тебя есть девушка? Да. Все, хорошего вечера тебе. Они попрощались и ушли в разные стороны. Так, а что, квартиру больше не сдал? Они не виделись. Вот и все. Ну, слава богу. То есть, он проверку прошел? Или нет? Вы целовались с другой женщиной во время отношений с Верой? О, то есть, мы типа, это был просто момент, а теперь что-то узнаем побольше, да? Нет. Это брехня. Да, я знала об этом. Я знаю, кто это был, я знаю эту девушку. Это было пять лет назад. Он на день рождения был пьяный. Был поцелуй. Я была в Болгарии. Я до сих пор не понимаю, вот как я простила. Ну, люблю. Настя, больше нет в твоей жизни? Нет. Смотрим. За Димой волосе спостережен. Может, ты еще смотришь, когда я хожу в туалет, и поскольку... Я так понимаю, там что-то спалились. Это мне неинтересно. Лера, ты готова смотреть дальше? Типа, как бы еще какой-то, где нас встретился с Тульским? Ого, какие люди. Ого. Сколько лет? Типа, аля, предложили проверку? Ця встреча с колишней Димой не випадкова. Девчина має з'ясувати, чи не спалахнуть у Димы давнє почуття. Новое чувство. У меня помутнение в глазах, такое... У тебя что по времени? Можем, в принципе, кофе попить? Я угощаю. Ну, давай. Держи, это тебе. Спасибо. Ты знаешь, что я не прощаю. Он йорк. Какое вранье? Недоговаривание, да? Капец, если бы я с ним встретился в метро или еще где-то... Да скажи мне просто. И что? Просто скажи. Ты что, должна все знать? Дима с пометным жалем ностальгуя за бурхливым минулим. Помнишь, как ты мне писала? Все, иду к тебе на день рождения, будем целоваться. Твой день рождения, конечно, это было... А я узнаю, это место, это универ, где я учился. Там сзади, где они встретились, это Кнео, возле метро-шулянки. Особенно, когда вы с подружкиного запили текилу. Было горячо, весело. Я этот день рождения до сих пор вспоминаю. А ты, ***, счастливый. Ну, так и что, конечно, я был счастлив ее видеть. Мы встретились, обсудили прошлое и все. Мы, между прочим, дружили до поцелуя. А ты со всеми дружишь, а потом лижешься? Это было пять лет назад. А я поняла, что ты предложение мне делаешь, Дима. Ну? Я вижу тебя. Он вообще не хочет. Не уверен в том, что он меня любит. Дальше, пожалуйста. Слушай, а какой твой номер? Давай я запишу. 067-466. Просто вопрос. Зачем? На какой службе? А, она же, типа, случайно его встретила. Не то, что, типа, они созвонились о встрече. Они знали, что он там будет возле универа. Может быть, там какой-то сюжет снимали и бац. Типа, съемку какую-то заку... Не! Скажу больше! Он, наверное, был там, потому что там находится главный офис нового канала, СТБ. И там, недалеко от универа, находится... Да, главный офис. И, возможно, он как бы оттуда шел и вот так подловили, чтобы якобы он встретил эту девчонку. Не исключено... На какой? И что? Вдруг тебе цветы пойду покупать. Ты издеваешься? Серьезно, Дим? Больше всего меня бесит. Скажи ты, как есть. Ну, признайся. Взял номер и закончил. Общаться дальше. Да нет, я смотрю. У тебя же девочка была или есть... Как ее зовут? Девочку твою. Вера. Вы вместе живете? Нет. Слушай, вы 7 лет встречаетесь. Тут только два варианта. Или жить вместе, или расходиться. У меня просто такой какой-то страх. Может, все-таки еще не поздно отступить. Знаешь, от этого... Ну, то есть, по факту, чувак, тебе использую чисто такой. Запасной аэродром. Что ты... Куда ты ушла? Все. Скажи мне, что? Что здесь такого? Что здесь такого, подумаешь? Ну, может, я с тобой не бушусь такого. Согласен. Блин. Ну, что, Блин? Я здесь не успокоился. Я здесь не успокоился. Я досмотрю. Ну, мы ее еще проверку не видели. Я говорю, последний раз. Тебе не хватает общения? Тебе комфортнее кем-то? Я не понимаю. Иди нахуй. Дима, что тебя связывает с этой девушкой? Поцелуй, который был 4 года назад. 5. После которого ничего не было. Как ты думаешь, у них был секс? И вас и не целовались этим языком? Сейчас такая скажет. А помнишь, как ты меня взяла на кровати? Тот куда помню. Да, думаю, да. Если это так и есть, ваши отношения с Димой закончатся? Смотрим. У вас был когда-нибудь секс с Дмитрием? Нет. И это однозначно право для никакого секса у Марии Альбертини с Дмитром не было. Как камень упал с плечи. Все, тогда прощаю тебя. Будем вместе. Первая половина попробований не позаду. Лера задумала. Так же будет все так само доброй и надалей. Лера, у меня есть кое-что и для тебя. Что за женский клуб? Фотографии? С клуба. Всем даешь себя так лапать? Ты считаешь, что лапать? Не, я считаю, это нормально. Я смотрю прям. Не, нормально. Ну, все видно. Там нога прямая, вторая. Вторая нога прямая. Ты оправдываешься? Я уточняю. Давайте дальше. Давайте. Лера відпочиває у клубе с подругами и навіть не підозрює, що за нею слідкують приховані камери. О, Лера уже пошла в кураж. А вот у нее этот чокер тоже. Что це за клуб? Джайдис. Это какой-то типо женский клуб, я так понимаю, да? Починається конкурс на найсексуальнішу девчину вечера. Поехали, котик, сделай это. Сделай нам праздник! И Белявка пускається Берго. Лера захотела сделать шоу. Оказаться в центре внимания. Так всегда. А там только девочки? Можете ще стали бы деньги кидати в трусы. Что, есть такие же клубы? Я не знаю, я никогда в таком клубе и не был. Там есть же женские клубы, да? Где вход только для девушек. А там мужики, стриптизеры и так далее. Либо там вход для всех. Ну я ходила на полдэнс. Ну с другой стороны, типа тут же ж диджей, тогда были бы тоже девушки. Лера, я так понимаю, тебе нечего сказать. Ты думаешь, это конец? Нет. Продолжаем. Давайте. Ну что, ты готова, котик? Отлично. Все, что мы делаем. Так, ну слушайте, ну тут очень много девочек, реально. Никому не рассказывай. Ну как по мне, реально похоже на женский клуб. Потому что типа, ну мужики работают. А так... Ты че делаешь? Объясняй! О, так он, мне кажется, он ей и втулить хотел. Так как он к ней наблизил, как он к ней приблизился, кулаки сжал. Ну сделали бы меня так, бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр, по сисечкам. Ну кому так не делал бы. Со стороны смотреть, я понимаю. Дима, мы сейчас можем закончить этот просмотр. Не, ну это пока еще так проверка. Ну типа девка пошла отжигать. Но с другой стороны, она ему не жена вообще. Они просто а-ля шпэхают со временами. Ну, ну серьезно. Ну как вообще отношения токсичные максимально. Давайте какую-то, ну... Дальше, дальше. Пока для меня это так, типа. Ну да, там чуваки там по сисяндрам поводят. Ну, ну нет. Это должно быть что-то посерьезнее. Какого *** как стервятники? Почему у тебя нету стопа? Почему? Я не знала, какой это может быть коктейль. И мне было потом мерзко. Ой, мне прям... Ой, вот брэшик, мне так было мерзко. Фу, этот мужчина облизал мои сиськи. Мне так было мерзко прям. Ой. Ой, брэшик. Не, вы прям молодцы. Вы, если честно, вот мне кажется тоже вот... Здравствуйте, как смотрю, убеждаюсь прям. Держитесь друг за друга. Прям вот тут, как вы таких партах, так, находите. Прям вот... И вы как бы созданы друг для друга. Интаянь, а. Это было против твоей воли? Да, вообще, я не хотела. А он мне вот так вот делает. А я ему говорю, фу, не делай так. Так написала бы на них заявление, Лера. Я говорю, не надо, пожалуйста. Вам не хватает секса с Димой? В смысле, там 10 раз там рекордов, блин, по 7 раз в день. Мало? Да. Яйца, тилковые, это правда. Чувак, может тебе кажется, что там 7 раз в день? Или... Ох, он такой, как это я такой альфа-самец, такой прям писюнковый... Злодей. Вы хотите попробовать секс с другими мужчинами? Да. Я про да. Не, ну ты тоже как бы там мечтаешь с несколькими женщинами, и не обязательно с ней. Ну же, вы прям молодцы, вы прям держитесь. Она, ты. Они делали то, что мне стыдно сделать с ней. Что? Это конкретно слово слишком, но не далеко ушло. Это все? Лера, это все? Нет. Смотрим. У той вечер лера была ненасыпной. Тільки-но вона закинчила с двома барменами. А, ну, стриптизер пришел. Короче, это, я так понимаю, реально какой-то женский клуб. Ну, судя по тому, что я вижу, мужиков туда не впускают, а приходят чисто девочки отдохнуть. А мужики там работают. Вы хотите заняться групповым сексом с несколькими мужчинами? Да. Да. И это правда. Валерия Юрьевна думает про это, чтобы заняться сексом групповым с несколькими мужчинами одновременно. Ну, она хочет с многими девочками одновременно. Можете по разным комнатам разделиться? Может, Лера неподъемное желание выполнилось именно в той вечер? Не, ну... А ее раздели? А-а-а-а... Хороший клуб, наверно? Вот такой. Я сама мерзкая, ну, Дим. Ой, прям мерзкая. Ой, прям мерзкая. Мне самой мерзкая. А можно еще этот... Можно мне этот кадр скинуть? Я не знал, что снимали, прям... Я вообще неправильно себя вела. Себя увидела. Все с настроены. Ты покажешь... Все покажешь. Тебя все облапали, как... Последнюю. Бог не наградил тебя умом. Ты, б***ь, оцененный товар. Боже, ну, он тоже такой арбузер, прям. Он такой... Как он начинает вот это все? Это прям... И он, как, пытается уничтожить. Он понимает, что она сейчас, типа, беззащитна. Типа, нечего сказать. И он начинает ее, прям, гнобить. Ты, б***ь, ты, ничтожество. Ты, ты, ты не человек, прям. Фу, тоже так он мерзкий. Она сейчас заслужила. Дима Лера. Воспитание пройдено. Бери, б***ь, ключ. Хочу. О. Не трогай меня. Пожалуйста. Все, я иду в номер. Можешь остановиться? Ну, на минуту. Что ты хочешь? Я тебя прислышу. Ты п***кала, б***ь, четыре человека? Ты п***ла. Четыре человека, б***ь, б***ь. Четыре человека, б***ь. Дима, ну что делать? Да. Дима! Ну, перестань, ну что ты п***ишь? Я знаю, что ты идиотка. Я знаю, Дима. Не будь такого, ты понимаешь? Нет, нет, я тебе уже... Ну, б***ь, ну мне со мной мерзко, б***ь. Ну, мне со мной было мерзко. Мерзко, б***ь. Мне я прям грыгать хотела. Там просто не показали, я потом блевала. Б***ь. Все, нет, нет. Не трогай меня этими руками. Ты их трогай. Не трогай. Ну, дай мне уйти в номер. Ну, что такое? Ну, что ты п***ь? У меня какое-то обважение хотя бы. Я так художи представить не могу. Я не знаю, есть ли у меня сил это все упростить. У меня неопределенность, что дальше. Что будет делать? Ты делаешь выводы только... Когда кого-то теряешь. Если Лера пишет, что уже не вернулось. Я планировал долго, как сделать Лере предложение. Я подумал, что если нам суждено сюда попасть... А, он хотел даже предложение якобы сделать. Ну, предложение, а свадьба еще через лет 15. Значит, я сделаю предложение. Але те, что сталося вчера, змінило усе. Ну, все планы обрушились. Я не знаю. Чи сможе Дима пробачити Леру? А у них сначала еще разговор будет какой-то? Чи не мог прогреслить 7 років стосунки. Криша скажет, только видишь, я привез с собой кольцо. Я думал сделать тебе предложение. Но! Ты пи-пи-пи-пи-пи-пи не заслуживаешь этого. Дим, люди ошибаются. Я не жаляю, что это пи-пи-пи-пи-пи не было. Я многое поняла. И мне саму неприятно, ты понимаешь? Я вчера смотрела и... Ты не поменяла того, что ты делала? Если ты чувствуешь хоть еще что-то... Еще что-то чувствую? И дай мне шансы исправиться. Я тоже вчера погорячился. Я хочу за это измениться. Поступок, конечно, не сможет перечеркнуть все то время, которое мы провели вместе. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это забыть. Я верю в то, что мы постараемся оставить... Э, где звук? Так. Не понял! Это что-то с самим видео. Это не у меня. Там, наверное, музыка какая-то пошла. Алло! Короче, был, получается, момент. Я думаю, что на ютубе там вырезалась музыка. Но он, как бы, я что-то сказал, предложение не сделал. Это в самом исходнике, типа, нету куска по озвучке. Тут играла, наверное, какая-то музыка романтичная. И сейчас, наверное, это все у нас появится. То, чего раньше не видела. И свои косяки тоже заметила. А, все, я слышу на фоне музыку. В другом буду отношения строить. Все, они просто использовали а-ля какую-то мелодию. Ее нельзя было вырезать. Я думаю, что вырезали сразу с голосом и с мелодией. Ведущий уже расклав 100 тысяч гривень по скриньках. И чекает на Леру та Диму. У пары лишь два ключи спяти можливых. Адже вчера ключа вони не взяли. Так, в смысле, что реально? Его нужно прям обязательно было взять? То, что она его выкинула, типа, это ваши проблемы? Серьезно? Дима, у тебя в руках два ключа. Ну, так у них был третий, в смысле? Перед вами пять шкатулок. Реально? То есть история о том, не взял твои проблемы? Какую? Он это решил. Дааааа! Такой, конечно! Что-то есть! Ха-ха-ха! 25 тысяч гривен. Гривен. Без! Еще одна шкатулка. У тебя хорошо получается, давай, я верю. Серьезно, я тоже думала, верно. Да, что лежит еще? В этой шкатулке еще 25 тысяч гривен. Ну, нормально, с двух ключей 50 тысяч забрали. Конечно, у вас еще был год третий, но... Вчерашнее пятое испытание было непростым. Ну, я вам там ключ? Вы испытание прошли. От ключа вы отказались. Но я считаю, что вы его все равно заслуживаете. У вас есть еще один... Все, ну, это по-честному все же. Ну, типа, они досидели... Ну, типа, ну, на эмоциях его не взяли. Ключ и еще один шанс открыть одну из шкатулок. Все, это нормально. А то думаю, блин, серьезно, типа, вы не дали ключ. А сейчас такая третья пустая. Что, пусто? Что? Там ничего. Ну, хватит, Дима. Мне хватит. Хочу больше сказать. Последний год я мечтал, что этот день придет. И он сегодня настал. Дай свою руку. Да не дай свою руку. Ты тоже, типа, будешь ли моей, а не просто дай свою руку. Ты очень много значишь для меня. А, он сам попросил на рату шкатулку подготовить. А там лежало и кольцо. Чтоб наше встречание кончилось. Ты будешь моей женой? Да. А, бля, вы опять музыку-то вставляй. Тобо опять вырезать, бляха-муха. Я, блин, вырезаю его так. Ну, потому что там срака, блин. Приходится так видео чекрыжить. У них пока... Когда человек рядом, он с тобой. И ты больше не отпустишь его. Чё нельзя палать? Ты простил меня. Как же я мог тебя не простить? Ты самоверно. Ты просто держись, это такой прям альфа-самец, прям твой, прям самый лучший. Для меня я люблю его. Да. Я верю в то, что та Лера, которую мы вчера видели на экране, это не настоящая Лера. Не настоящая, это всё был монтаж, это всё была провокация, это всё неправда была. Настоящая Лера, это верная жена. Да. Мама ваших будущих детей. Да. Я за вас безумно рад. Я верю в ваши чувства и верю в их искренность. Будьте вместе. Проект открыл многое. Это те жизненные уроки, которые мы будем помнить всю жизнь. Я уверена, что вместе мы действительно сила, и мы пройдём все испытания, какие бы там они не были, и что бы нас не ждало впереди. Ой, да. Выпуск так выпуск. Всё же правильно. Да. А дальше уже будет что? Правильно, следующий выпуск. Ну вот, про следующий выпуск. А тем временем, ведущий проекту Ефим Константиновский, замовил кутки до места Делия для наступной пары. И нам даже покажут, какая будет. Что на них чекает? Дивися наступного тижня. Ладно. Ну, для нас это будет меньше по сроку. Смысла досматривать нет. То есть, потому что они показывают новых героев. А мы вместе с вами потом и посмотрим. Второй сезон, второй выпуск. Ну как? Как вам парочка? Молодцы. Прям держитесь. Прям ух. Ой. Да. Посмотрели. Буду благодарен за лайк. С радостью прочитаю ваши комментарии. Ну и до новых выпусков. Всем пока.